добрый день друзья и сегодняшнее озарение давайте начну с комментария на ю тубе я очень благодарна всем кто пишет очень интересные мысли поднимаются к осмыслению сознания к расширению да 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 наталья именно крепко держа за руку мне всегда этого не хватало отец вообще всегда шел впереди нас как будто не с нами мне хотелось и взять его и маму за руки и так идти по жизни но увы и ах папе благодарность за все и светлая память и вот смотрите только под роликами в инфодайнге есть и благодарность и светлая память и все равно акцент внимания на родителей воспоминания родителей мы никуда не можем деться от этих воспоминаний они есть мы чувствуем тепло наших родителей даже когда родителей нет и вот смотрите когда у человека возникает проблема очень часто он обращается психологом психологом где есть официальные направления как тот же самый гештальт психоанализ там и же с ними там много интегрированных этих направлений и даже когда гипнотизем гипнотизером обращаются есть такой момент когда ответственность за какое-то событие за жизнь выносится на прошлое и человеку говорят ну так там это же травма из детства это детско-родительские отношения это у тебя папа и мама так тебе проявлялись и пошло и поехало и ребенок который например был друзьями со своим родителем родителями был в хорошем владу с ними он начинает предъявлять претензии и жизнь безвозвратно меняется и очень часто жизнь самих психологов если вы пронаблюдаете вот просто обратите внимание жизнь психологов она становится невыносимой с родителями потому что они постоянно пытаются давлеть над родителями постоянно укоры претензии и так далее то есть психология родила в них вынос ответственности на родителей и в голове они такие умные они говорят да 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 мы же все понимаем мы осознаем мы берем на себя ответственность но при этом они своих родителей шпыняют и шпыняют и при этом страдают сами сами болеют сами потом ходят на супервизию и говорят это я от клиента набрался это у меня клиент такой попался я хороший а клиент плохой вот смотрите что сделала психология на самом деле это преступление она разрушила детско-родительские отношения даже те которые были в гармонии которые были в ладу которые были в любви зачастую родитель отдал себя целиком этому детяти и он и предполагает не мог что благодаря психологии его дитя станет свиньей неблагодарной потому что ребенок начиная прорабатывать свои проблемы в том же самом гештальте зарывается все больше и больше и больше я приводила пример есть видео сколько часов надо отработать гештальте отрабатывая свои проблемы да у здорового на голову человека проблем столько нету их надо выдумать и тогда человек начинает выдумывать выдумывать всякую ерунду выдумывать по те проблемы которых реально не существует и он привыкает предъявлять претензии родителям вместо благодарности и вот смотрите когда мы начинаем работать с человеком зайдем сейчас другой стороны с тяжелым заболеванием с каким-то мы очень часто сталкиваемся с тем что первое что надо сделать это вернуть ответственность за свою болезнь себя и человек не знает что такое возвращение ответственности он нам пишет я вернул я вернул я вернул и мы понимаем что нет ты по-прежнему бегаешь по врачам и ждешь спасения снаружи пока ты ждешь спасения снаружи ты не взял ответственность сто процентов потому что ты не будешь перепроверять рецепты врачей ты не будешь смотреть диплом врача ты не будешь не будешь не будешь ты просто бежишь за первым попавшимся абы кто-то тебя изменил тебя спас потому что ты сам себя менять не хочешь и в этом на самом деле проблема и человек не сможет поправиться до тех пор пока он не поймёт, что такое возвращение ответственности, пока он не осознает этого момента. И зачастую этот процесс возвращения становится невозможным по одной банальной причине. Потому что человек никогда не думал о благодарности с точки зрения осознания и искреннего отношения к тем людям, с кем ты был в каких-то отношениях, например. Тем же самым родителям. Привычное спасибо считается благодарностью. Мы говорим ртом спасибо, а внутри чувствуем претензию. Смотрите, какой раздраив. А ведь будет работать то, что внутри. И вот этот момент, когда у нас нет искренней благодарности родителям, соседям, друзьям, самому себе в зеркале, пока у нас нет этой искренней благодарности, говорить о возвращении ответственности не имеет смысла. Это невозможно. То есть само по себе процесс возвращения ответственности полностью в психике завязан на благодарность. Невозможно оторвать ответственность от благодарности. И мы говорили, что, по сути дела, Бог – это равно ответственности. И Бога нет без благодарности. Ну, вообще нет. Тогда получается, для того, чтобы начать процесс выздоровления, выхода из любой абсолютно болезни, человека надо развернуть к себе и научить чувствовать благодарность к себе и к другим людям. Даже не любовь, даже несчастье, а просто тупо благодарность. Просто тупо перестать быть свиньей неблагодарной. И это становится проблемным. Проблемным, потому что человек чувства заменяет словами. Человек чувства заменяет деланием, действием. Он может подарить подарок, он может принести цветы, он может попросить прощения. Очень классная подмена благодарности на прощение. Прощение – это про еще. Создам еще игру. И вот этого момента внутри у человека, внутри, не наступает. И действительно, человеку очень тяжело прийти к благодарности, а, соответственно, прийти к осознанию ответственности, возвращению к себе ответственности за свою жизнь. Потому что его этому не учили. Не учили с детства. А вместо этого во взрослом возрасте приходит психолог и говорит, мы уйдем в регресс. В регрессе у нас были там причины, у тебя там раскулачивали рот, это рот виноват, что у тебя сейчас такие проблемы. Это по роду передана болезнь. Это родители тебя в детстве наказывали. Это родители что-то тебе не додали. Это они вот так тебя давили или еще как-то. И таким образом вот эта психология, она как будто человеку дает какую-то временную стабилизацию, показать, ну вот ты не корчись от боли, отдышись вот здесь, не корчись. А я потом тебе содану еще, чтобы ты уже быстрее на кладбище собрался. И вот эти моменты, вот эти противоречия, жесточайшие противоречия, которые есть сегодня в классической психологии и в работе психологов с тем, что реально выводит человека из заболевания, они просто невероятны. Так что даже хочется на сегодняшний день вот эти классические моменты, чтобы были перекрыты, потому что возникает секта, секта постоянных спонсоров гештальта и постоянных спонсоров того же самого психоанализа, чего угодно, психологов, которые продолжают распыляться и уходить все больше в безответственность, безответственность, безответственность. И эту же безответственность они сеют среди своих клиентов. И эта безответственность сеется вместе с претензиями под предлогом осознания травмы, сеются претензии к своим близким людям. И таким образом сеется раздор. И если ты посеял раздор, ты пожнешь болезнь. Ты не можешь вырастить здоровье, если посеян раздор в семье. Ты не можешь вырастить счастье, если ты посеял раздор между родителями и детьми. Ты не можешь дать человеку возможность быть счастливым, поправиться, выстроить здоровые отношения, если ты сеял конфликт. Не можешь, этого не может вырасти. Ну, не родятся на яблоньки игрушки. Ну, никак не получится. И таким образом, если все-таки начать вот работу с изменениями, чтобы действительно люди становились здоровыми, то первое, что должно быть введено во всех школах, это с детства, в детских садах еще, это уроки благодарности. Благодарности сперва родителям за то, что они родили. И на этом все, претензии к родителям закончились. Ты не имеешь права ничего требовать у своих родителей, потому что ты получил все сполна, ты получил жизнь. Остальное сам. Иди и карабкайся. И смотрите, если вот будет такое воспитание, то сколько судебных исков по разделу наследства исчезнет, просто исчезнет, потому что к родителям есть благодарность и есть воля родителя. Все. И тогда не нужно отмены завещаний, протестования их, и там ссоры между братьями, сестрами, между родными людьми, там наследники первой очереди, второй очереди. Это просто не надо. Есть желание человека, человек сказал, да, будет так, и это да, будет так. То есть из судебной практики уйдет дурное количество судебных исков, уйдет дурное количество раздора, ведь суды – это же все на раздоре. Просто элемент воспитания здорового на голову ребенка. Когда ребенок сразу получает то воспитание, которое не будет вести его к болезни, которое не будет рушить его семью, которое не будет рушить его отношения. Опять-таки, если мы научим наших детей благодарности, то эта благодарность будет и благодарность учителям, благодарность воспитателям, и благодарность женам, мужьям. Сколько семей сегодня рушится на неблагодарность? Огромное количество. Человек привык выносить ответственность. Виновата жена. Она там меня не обслужила, она там есть не приготовила. Или виноват муж, он там грубый, или он там бухает, или он вот такой. И таким образом мы бьем свои зеркала. Ведь на самом деле каждый человек – это наше зеркало, которое нам показывает. Ну, возьми ответственность за свою жизнь. Ну, вернись к себе. Вернись через благодарность. По-другому не получится. Нету другого прохода. Прощение не проход. Прощение – это про еще. Про еще. Еще будет игра. Еще, еще. Отдохни, полежи, и удар будет нанесен жизнью еще больше, чтобы болело еще больше. И вот когда вот эти вещи осознаешь, они кажутся настолько простыми, настолько элементарными, что хочется их обесценить. Хочется обесценить и вообще об этом не думать. Вот просто прочувствуйте сами вот этот момент. А ведь мы, когда начинаем работать с человеком в тяжелом состоянии, например, с той же онкологией, особенно на поздних периодах, первое, что мы делаем, это мы возвращаем Бога или Аллаха в человека. Это возвращаем ответственность за свою жизнь на него. И тут же в благодарность выводим к родственникам, чтобы убрать все претензии и все игры, которые завязаны на претензиях. И тогда действительно, когда вот осознаешь вот эти процессы, если посмотреть с позиции родителя, то каждый родитель понимает, его задача родить ребенка и подарить ему весь мир, подарить ему жизнь. И пускай идет своей дорогой. И ничего, предъявлять претензии, на ком женился, кого родил, что купил, какое образование получил. Нет, занимайся собой, родители, не лезь в жизнь детей, ты можешь дать только то, что ты можешь дать. Ты подари ему весь мир, подари ему путешествие, подари ему свободу, и он сам выберет, какую жизнь он выстроит. И с позиции ребенка ты можешь быть просто благодарным родителю за то, что он тебе это подарил. Он подарил тебе жизнь, он подарил тебе мир. А дальше двигайся. А дальше двигайся. И все, претензия исчезает, и каждый становится свободен делать то, что он хочет. Проявляться так, как он считает нужным. И знаете, вот этот подход, вот сейчас на семейных отношениях, ну, уже очевидно, это же так, да? А теперь положите это на государство и бизнес. Ведь очевидно, что если ты дал свободу предпринимательству, ты дал свободу бизнесу, то в благодарности этот предприниматель, этот бизнесмен, он же поддержит и даст значительно больше, чем когда ты его будешь давить и забирать. Да? Но ведь до этого надо, чтобы сознание доросло. А это процесс во времени. И этот процесс невозможен пока на уровне государства есть религия. Потому что именно религия определяет вынос Бога из человека. Вместе с Богом выносится ответственность. И вместе с этим запускаются все игры в страдания, в боления и так далее. Вот вам первооснова всех заболеваний. И психических, и физических. Есть над чем подумать? Есть. Повисите, подумайте. Ведь на самом деле вот тот момент, когда мы осознаем, что именно вынос ответственности является спусковой точкой в неблагодарности и в запуске всех болезней. И именно этот вынос ответственности, он полностью прописан в религии. Дальше возникает вопрос, а что с этим делать? Если мы с этим будем бороться, сбрасывать купола, то это тоже игра в религию. Это тоже игра. Ты не уходишь от игры. Ты не перестаешь быть благодарным. Ты не перестаешь быть неблагодарным. Ты не становишься благодарным. Если ты идешь туда и пытаешься это переделать, точно так же ты в той же самой игре религии. Как свернуть игру в религию? Как свернуть игру в вынос ответственности? Как вернуть ответственность? Только с благодарностью. Благодарности на всех уровнях. И вот в данном случае это воспитание детей с детского сада в благодарности. И уже во взрослом возрасте осознанный приход взрослого родителя к тому, что он благодарен религии за то, что она была, за то, что на определенном уровне человечества она превратила стада бегающих папуасов в относительно разумных существ, за то, что она где-то выполняла государственную роль, где-то предавала, где-то жгла на костре и стимулировала таким образом деградацию, дабы потом вспыхнуть огромным пламенем и родить развитие и так далее. Везде можно увидеть что-то положительное. И таким образом, благодаря постоянно людей, которые выбрали такую систему ценностей и убеждений с выносом ответственности и с выносом себя на Альфа-Центавру и считают себя при этом людьми не сумасшедшими, надо быть благодарным, что в зеркале может быть и такое. Может быть и такое, и можно быть благодарным болезни. К религии надо относиться как к болезни. Можно быть благодарным болезни за то, что она помогла увидеть вот эту грань любви, увидеть этот вынос, увидеть эту претензионность и помогла подготовить почву, в которую хорошо. И очень вот просто сейчас время, самое время, когда в эту почву надо посадить зерно благодарности. Благодарности и у взрослых, и у детей. И тогда у нас будет совсем другое общество. И тогда мы будем говорить о здоровом обществе. Причем здоровом и физически, и психически. Как-то так.